МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. Я так понимаю, что мы поговорим сегодня о нескольких возможностях, в том числе бизнес-портал и со стороны МФЦ, и, в общем, какие-то другие методы, к которым могут прибегнуть предприниматели, если их часто донимают, как они считают, контролирующие органы. Ну, начнем с того, куда же все-таки обращаться первым делом. Ну, давайте я, наверное, начну. С пятницы прошедшей недели мы начали предоставлять на площадке МФЦ новую услугу, услугу, ориентированную конкретно на бизнес. И эта услуга называется «Зеркальный реестр проверок». Что происходит? Предприниматель может обратиться в МФЦ, и МФЦ проконсультирует его, и более того, даст ему возможность зайти на специально созданный портал и заполнить там заявление. То есть мы все это делаем в автоматическом режиме, в принципе, готовы работать с предпринимателями любым доступным для них способом. Вплоть до того, что вот даже сейчас мы вот с Кириллом обсуждали, что возможность контакта по телефону, лишь бы только мы могли, скажем так, предпринимателя идентифицировать, его личность. То есть сейчас идентификация на этом портале происходит через личный кабинет на портале госуслуг. Вот если вы зарегистрированы на портале госуслуг, вы можете, скажем так, обратиться в МФЦ. Если не зарегистрированы, то тоже обращайтесь в МФЦ, мы зарегистрируем сразу же одновременно. И в случае, если у вас есть желание оставить какой-то отзыв о проверке, ну, безусловно, если это отрицательный опыт, то, мне кажется, тут надо его обязательно описывать. Тем более, что сейчас вот эта вот знаменитая фраза президента «бизнес не кошмарить», она, наконец-то, вот набрала обороты, и уже практически все органы готовы встать на защиту предпринимателей. Значит, если вы приходите, описываете свой отрицательный отзыв, бросите разобраться, помочь вам, и, может быть, даже отменить решение органа, которое вас не устраивает по какой-то причине. МФЦ у вас всю эту заявочку принимает, заполняет от вашего имени или вместе с вами соответствующую форму в электронном виде, и она напрямую уходит руководителю вышестоящего органа, который вас проверял, и в Генеральную прокуратуру. Открою небольшой секрет, тему ведет корпорация малого и среднего предпринимательства федеральная, руководитель у нее Броверман, фамилия очень известная. Так вот, Броверман сказал, что первые пять предпринимателей от Ставропольского края, которые попросят им помочь, будут курироваться им лично. То есть, как бы, вот я прям готова это сказать в эфир, что если у кого-то прям отчаянное положение и нужна помощь на высочайшем уровне, приходите, вам обещали помочь. А есть ли такие? Есть. Уже есть обращения, да? Вы знаете, у нас сейчас ситуация какая? Мы сейчас сами решили, так сказать, сделать проактивную эту услугу, и мы изучаем реестр проверок, смотрим, ну, открытую его часть, то, что нам доступно, и мы знаем, что у нас есть предприниматели, которых за 10 месяцев этого года проверили 46 раз, 21 раз, но это, в принципе, не вписывается ни в какие нормы законодательства. Мы просто готовы с ними, ну, прямо вот сейчас контактировать и помогать им, ну, разобраться, и если действительно это вот такая ситуация, которая выпиющая, и человеку нужна просто помощь, мы готовы ему помочь, то есть мы работаем в этой ситуации проактивно. Но, в принципе, я хотела продолжить, что вот этот вот портал, он же предполагает не обязательно отрицательный отзыв. По-хорошему, ну, вот зеркало, оно зеркало и есть, зеркальный реестр. То есть наши контролирующие органы, скажем так, руководители, руководящие звено контролирующих органов, хочет понять, что же происходит вот на местном уровне, хотят увидеть себя в зеркале предпринимательском. И, соответственно, пожалуйста, никто не запрещает приходить и давать положительный отзыв. Может быть, у кого-то есть такое желание, мало ли, пришли проверяющие, реально обнаружили какие-то недостатки, помогли их устранить. И такое ведь случается. В общем-то, это же основная функция проверяющих, да, не наказать, а помочь, исправить, научить, как делать правильно. То есть как бы и таким отзывом мы тоже будем очень рады и будем благодарны. Я думаю, что это тоже будет хорошая практика для предпринимателей, которые бы нам могли каким-то образом дать направление для контролирующих органов, что они делают верно, а что они делают, где они перегибают палку. Вот по поводу этой новинки, Кирилл, хотелось бы ваше мнение услышать. И второй вопрос сразу. Обращались ли к вам вот такие предприниматели в последнее время, которых 46 раз проверяли, и с чем это в основном связано? Ну, по крайней мере, по их мнению. Прежде чем ответить на ваш второй и третий вопрос по поводу новинки и такого большого количества, скажем так, экстремальных случаев. Это, конечно, такая экстремумная точка, явно аномалия. Но, тем не менее, такое происходит, может быть, не обязательно в формате 46 раз, но когда бизнес проверяют много. Это происходит достаточно часто. Первый вопрос был ваш, куда все-таки обращаться. Это ключевой вопрос, скажем так, жизнедеятельности, философии и бизнеса, да вообще, наверное, любого гражданина Российской Федерации, который так или иначе чувствует, что его права нарушены. Вот. Мы пока еще не научились правильно взаимодействовать с государственными органами, с органами местного управления. Почему? Потому что, с одной стороны, действительно, как бы, есть повышенное внимание, благодаря, там, федеральным посылам, позициям, там, президента, губернатора нашего края, о том, что нужно относиться к предпринимателям, действительно, как к тем людям, которые, собственно говоря, не только зарабатывают деньги для себя, да, и своей семье, они еще дают рабочие места и, в конечном счете, поступления, налоговые поступления в бюджеты разных уровней. Ну, то есть, это, в принципе, те люди, которые, так или иначе, там, вносят серьезный вклад в то, чтобы кормить нашу страну. Несмотря на это, все равно есть еще, находятся отдельно взятые персонажи, их, повторюсь, достаточно много, которые работают в самых разных инстанциях, и они обладают, ну, просто такими, они кудесники, можно сказать, мастера спорта международного класса по спорту, как, прошу прощения, отфутболить, отправить, не помочь, отказать, запретить или сделать что-нибудь еще, просто лишь бы не выполнять свою работу, да, лишь бы не помогать предпринимателю отстаивать свои права, свои законные интересы. Вот, с такими, как бы, случаями мы постоянно в ежедневном режиме боремся. Так вот, для того, чтобы все-таки эта борьба была более эффективной, здесь нам очень нужна помощь самих предпринимателей. Вот, каждое обращение, которое они готовят, к сожалению, часто, это очень важный момент, да, часто мы пишем не туда, да, то есть, сами предприниматели, люди пишут не совсем туда, куда нужно. Не зная, куда обращаться, да, получается? Возможно, не зная, возможно, по какой-то другой причине, но в результате эффективность самого этого обращения, она снижается. Приведу пример из нашей практики. Очень часто к нам приходят в институт, к уполномоченным по защите прав предпринимателей, уже на этапе судебного процесса. К сожалению, наш судебный статус пока в силу действующего законодательства не такой, как бы, высокий и серьезный. То есть, мы не можем быть стороной, ни третьей стороной, ни заявляющей самостоятельные требования в рамках процесса общей юрисдикции, например. И, то есть, мы уже на этом этапе не можем предпринимателю, по сути, помочь. Можем только сформировать свою позицию, заключение для того, чтобы он приобщил это в суд. Мы гораздо более эффективны на досудебной стадии, то есть, на административной. То есть, когда конкретный государственный орган, орган местного управления, не важно, нарушил закон, но здесь мы можем, собственно говоря, попробовать с ними в рамках закона повзаимодействовать, привлекая обязательно прокуратуру Ставропольского края, у нас хорошее с ними взаимодействие налажено. И часто нам удается достигнуть, получить результат положительный для предпринимателя. Почему об этом говорю? Потому что, действительно, большая часть проблем связана с тем, что сами предприниматели начинают действительно серьезно работать со своей проблемой, когда уже время упущено. Когда уже не смогли пройти этап какой-то первый, второй или третий. То есть, вот эта этапность, она тоже важна. Не сразу нам удается получать результат, а часто только после прошествия определенного времени. Но если какого-то кирпичика в этой хронологии, в этой цепочке не хватает, то, к сожалению, мы тогда в этой связи менее эффективны. И это очень важно, понимать, куда обращаться, когда и что самое главное там писать. Потому что очень часто мы получаем, у нас не только бизнес, но бизнес тоже часто пишет сразу кого-то наверх. Там губернатору, в Москву или что-то еще. Неважно, в генеральную прокуратуру. Часто эти письма, они спускаются вниз и все равно возвращаются к тому исполнителю, который они обращались заранее. В этой связи очень важно правильно формулировать, собственно говоря, что мы хотим. То есть, если эта этапность уже прошла, и мы сейчас обжалуем действия какого-то нежестоящего чиновника, нужно обязательно об этом сказать. Мы, наверное, уже подходим к тому, чтобы целые мастер-классы об этом проводить. Потому что это действительно важно, несмотря на то, что положительные тенденции действительно есть. Но, к сожалению, не все еще люди, которые находятся на, скажем так, определенных управленческих позициях, слышат те правильные, как мы считаем, сигналы от президента и от губернатора о том, что бизнес действительно нужно прекратить кошмарить. Вот, в этой связи еще большая работа предстоит. Что касается вопроса номер два. Да, кстати, мы всегда готовы всех проконсультировать. Абсолютно, как бы, в любое время. Кирилл, на каком этапе все-таки нужно предпринимателю обратиться к вам? Вот вы сказали, иногда вот на этапе суда. А нужно? Лучше до суда. Если это, как бы, судебные какие-то разбирательства, они могут быть уголовный характер носить, могут быть гражданский спор. Например, предприниматель пытается вернуть те деньги, которые ему должен какой-то государственный заказчик в результате реализации каких-то конкурсных процедур, например. До судебной механики всегда более эффективны. Они носят абсолютно правовой характер. Мы действуем в рамках закона, готовы предпринимателям помогать. Больше того, это наша обязанность. Как правильно составить обращение? То есть, даже иногда, поймите, мы вспомогательный институт. То есть, мы подключаемся тогда, когда не работают основные институты, основные механики, и бизнес действительно видит, что по-другому просто нельзя. Но мы готовы и профилактически работать. То есть, если к нам приходит предприниматель и задает вопрос, как правильно обратиться, мы готовы проконсультировать. Поэтому наши двери всегда открыты. Нас очень легко найти в интернете, в социальных сетях. И мой сайт и телефон всегда доступен 24 часа в сутки. Второй вопрос. Что касается инноваций. Любые инновации на эту тему, безусловно, приветствуем. Абсолютно считаем, что упрощение процедур, жалоб, упрощение любых процедур, оно вообще полезно. Есть известный принцип бритвы Акама. Чем проще, тем лучше. Это первый момент. Второй момент. Внимание федеральных властей к отдельно взятым перегибам на местах мы тоже, безусловно, приветствуем. Потому что, к сожалению, мы пока по-другому не можем отдельно взятых, опять же, управленцев направить на путь истинный. Момент номер три. Здесь история про цифровизацию. Это сейчас модно в каком-то тренде. Но дело не в том, что это модно. Сама жизнь и все те тенденции, которые происходят в современном мире, они говорят нам о том, что все больше и больше будет автоматизированных процессов. Чем больше этих автоматизированных процессов, тем, я считаю, для бизнеса лучше. Потому что минимизация взаимодействия с человеком, она приводит к минимизации коррупционных издержек. Есть известная фраза, которая гласит, компьютеру взятку не дашь. То есть, вообще, государство должно стремиться в сторону абсолютно автоматизации, в сторону того, что уходов полностью в сервисный режим. И тогда коррупционные издержки будут минимальны, либо их не будет вообще, и бизнесу будет легче дышать. Поэтому мы эту инновацию приветствуем. Готовы всячески поддерживать и взаимодействовать. Что касается третьего вашего вопроса по поводу разных ситуаций с такими аномальными перегибами. Действительно, 46 проверок. Но это вообще как бы космос. Мы, безусловно, позанимаемся отдельно взятой этой ситуацией. Но в целом, да, с одной стороны, количество проверок снизилось. То поручение президента, которое он дал несколько лет назад, оно выполняется в части снижения общего количества проверок. Что касается общего массива внеплановых проверок, то, к сожалению, их очень много. Они выросли в общем массиве. Их стало почти 90%. С чем это связано? С тем, что, на наш взгляд, это связано с тем, что контрольно-надзорные органы, как и другие некоторые государственные управленцы, очень талантливы. И способны подстраиваться под ситуацию. Когда у них стоит, опять же говорю, не про всех, а про отдельно взятых персонажей, хотя их много. Они способны подстраиваться под ситуацию и видят, когда им осуществляется противодействие с разных сторон, в том числе и на уровне государственной власти. Они находят альтернативные способы незаконного влияния на бизнес, на наш взгляд. Большое количество внеплановых проверок мы считаем, что абсолютно некорректно, неправильно и противоречит духу поручения президента. А было такое, что бизнес просто сворачивался после таких проверок? Конечно. Конечно, да. Сейчас об этом скажу. Закончу мысль. Внеплановые проверки – это один из инструментов. Сейчас у контрольных органов еще полно всяких разных трюков, фокусов, которые они могут использовать в отношении предпринимателей для достижения своих целей. А цели у них не всегда. Опять же, мы их… Вот здесь самый главный вопрос. Сейчас скажу о механиках. Что это может быть? Административное расследование, инспекционные визиты, предпроверочные мероприятия. Уже чего только нет, как бы, и это все плодится, и этого всего все больше. И, к сожалению, не все даже отражается именно в федеральном законодательстве. Некоторые вещи носят сугубо внутриведовственный характер. И когда мы пытаемся этому абсолютно законно противодействовать, говорить, а вообще какая целесообразность у этого всего? Мы приходим к ответу о том, что целесообразность, что есть же точно такие же федеральные руководительные, которые ставят им планы, которые ставят задачи. И они носят абсолютно, на наш взгляд, нерелевантный характер. То есть, как бы, в каком смысле? То есть, есть план проверок, мы всех проверили, а вот товарища Иванова мы должны еще 46 раз проверить до конца плана. Сейчас, как бы, я даже не о конкретных случаях, я сейчас больше о системности. А системно ставятся задачи такие. Давайте соберем с этого региона столько штрафов. Давайте с этого региона, с этому региону отправим столько проверок. Давайте этому региону выпишем столько-то предписаний. И вот это, то есть, такая постановка задач, она неправильна. То есть, она идет тоже, как бы, от федеральных органов власти, отдельно взятых, контрольно-надзорных. С этим тоже нужно, конечно, бороться и противодействовать. Как только этих задач не будет, то здесь им тоже на местах нужно, может быть, будет дышаться полегче. Их логика, то есть, у них логика получается, она логика абсолютно фискальный характер носит. Задача, как бы, больше собрать, проверить, фискально-надзорные, да, и как-то поставить на место. А мы исходим из логики развития, что чем больше будет, собственно говоря, как бы, приятной, комфортной, нормальной деловой атмосферы, тем больше, сильнее и эффективнее будет экономика нашей страны, Ставропольского края. Что касается этих случаев, там 46 проверок, да, как бы, ну, у меня есть ощущение, что это вообще, скорее всего, какая-то такая очень криминальная история. Есть специальная статья в Уголовном кодексе Российской Федерации, статья номер 169, ее суть заключается в том, что есть специальный состав, предусмотрена специальная ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Очень пахнет этим, вот, по этому случаю, да, то есть, возможно, опять же, не знаю, что это за случай, но мы обязательно проверим, возможно, там есть какой-то конкретный конфликт у предпринимателя с каким-то конкретным человеком. Эти конкретные люди часто занимают конкретные управленческие позиции в нашем, может быть, в местном самоправлении или в государстве. И таких случаев, к сожалению, мы фиксируем очень много. Люди не всегда к нам обращаются официально, потому что боятся, потому что они работают на конкретных местах, в конкретных городах, в селах. И часто эти города или селы, они не очень большие, все друг друга знают и часто друг от друга зависят. Может быть, не напрямую, но где-то, может быть, у предпринимателя, например, жена может работать, да, там, в муниципалитете. И в этой связи они боятся, как бы, к нам официально обратиться с защитой, потому что могут... Об этом станет известно. Да, об этом станет известно, они могут пострадать. Но в этом, как бы, вся суть, на самом деле, нашей правозащитной деятельности, она заключается в том, чтобы действовать максимально публично, прозрачно и открыто. То есть у нас нет никакой задачи, там, да, как бы стучать кастрюлями или действовать в какой-то такой логике. Мы действуем абсолютно в государственной, в правовой логике. Просто считаем, что все действия любого, без исключения чиновника, должны быть публично и прозрачно и открыты. Ну, вот тут хотелось бы вернуться к Татьяне по поводу вашего взаимодействия. Ну, в смысле, может быть, есть еще какие-то механизмы, помимо вот тех зеркальных... Ну, скажем так, вот работа с зеркальным реестром, да, это просто отзыв предпринимательского сообщества о том, что происходит реально в поле, в поле проверок. Отзыв, но эффективный. Естественно, да, отзыв с возможностью получить помощь. Но у нас есть еще, у нас уже много лет, уже года 4, как конкретно с уполномоченным по правам предпринимателей заключено соглашение, и все МФЦ края имеют возможность от любого предпринимателя, от любого представителя бизнес-сообщества, даже не обязательно там руководителя учреждения, это может быть и работник учреждения, получить обращение, которое необходимо, чтобы рассмотрел вот Кирилл, да, там, ну, институт уполномоченного по правам предпринимателей. Это обращение практически в тот же день поступает по электронным каналам связи к Кириллу, Кирилл его в состоянии рассмотреть. И я думаю, что, вот может быть, прямо в процессе вашей передачи, может быть, мы имеем, ну, мне бы хотелось обратиться к предпринимателям, во-первых, донести до них эту возможность, потому что, да, действительно, бывают ситуации, когда неудобно доехать, трудно дозвониться, а может быть, даже хочется, чтобы, ну, обратиться в институт уполномоченного по правам предпринимателей не очень публично, скажем так, то в такой ситуации можно прийти в МФЦ, подать соответствующее обращение, обращение никуда, ну, то есть это защищенный канал связи, оно никогда никуда не уйдет, нигде не будет опубликовано, ни в коем случае, вообще нигде не будет показано. То есть это приватная зона? Да, приватная зона, оно все пойдет напрямую вот в приемную к Кириллу и все. И там уже вопросы ведь на самом деле, надо сказать, что почему Ставропольский край вот настолько сейчас под пристанным вниманием, во-первых, действительно наш губернатор уделяет очень большое внимание развитию бизнеса и развитию именно небольшого бизнеса, малого, среднего, потому что наш край, ну, вот исторически так сложилось, у нас все-таки в основном бизнес небольшой, у нас много бизнесменов, у нас, мы, наверное, одни из первых в стране, то есть по количеству вообще вот зарегистрированных предпринимателей и, ну, вот, малых и юридических лиц, малого, среднего предпринимателя, мы одни из, у нас очень много, у нас их больше ста тысяч, просто это одна из самых больших цифр в стране. Вот, и, конечно, мы имеем все шансы поддержать этот бизнес, помочь ему, и, конечно, на этом уделяется большое внимание, необходимо уделять еще больше внимания, и прекрасно мы понимаем вот эту ситуацию, что ведь бизнес в основном страдает не от региональных препятствий, более того, региональные препятствия, действительно, здесь вот, ну, хорошо налажена взаимосвязь у полномоченного и с губернатором, и с органами власти и так далее, и они действительно имеют возможность снимать какие-то проблемы вот на уровне взаимодействия, то есть без суда, часто до принятия решения о привлечении к ответственности или просто там указании на необходимость там обратить внимание, понимаете, есть возможность вынести замечание или там предупреждение, а есть возможность наложить штраф за одно и то же, то есть как бы, и вот тут понятно, есть у, ну, как сказать, человек может обратиться, и вполне вероятно, что ему помогут, это большая вероятность этого есть. Но ситуация какая? В основном, почему мы говорим вот о федеральном реестре? Потому что, к сожалению, очень часто наш бизнес страдает все-таки от проверяющих федерального уровня. И здесь, да, конечно, вступает в диалог, вступает в, на защиту выступает и Кирилл, и его команда, скажем так, но и прокуратура, но зачастую, конечно, необходимо привлекать, ну, более тяжелую артиллерию, такую вот, чтобы помочь предпринимателю, когда его федеральные органы, скажем так, вот берут в какой-то оборот. Да, но с другой стороны, все равно, вот, действительно, поддержу Кирилла в этой ситуации, предпринимателям необходимо самим быть активнее до тех пор, пока они будут, вот, бояться, соглашаться, искать какие-то обходные самостоятельные пути решения проблем при проведении проверки, да, то есть мы все понимаем, какие пути ищет, а как правило бизнес, те, которые короче, может быть, дороже, но короче, вот, то до тех пор, пока бизнес сам не встанет, не поймет, что ему нужно привлекать защитников к себе, вот, которые помогут ему бесплатно, ничего не сдвинется. То есть нужно не бояться постучаться в ту дверь, которая вот стоит, открытая на твоем пути, в которую нужно просто зайти. Еще и знать, в общем, изучать те рычаги, на которые ты можешь надавить. Вот то, о чем говорил Кирилл, в плане, уже хочется мастер-классы для предпринимателей проводить, чтобы они были в курсе, куда все-таки обращаться до суда. Смотрите, на самом деле, самая первая дверь, это, собственно говоря, бизнес-обносмен. То есть это, вот, не надо ничего знать, вот, ну, не надо, вот, если ты ничего не знаешь, но ты понимаешь, что происходит несправедливость, постучись в эту дверь, зайди туда, там, по крайней мере, посмотрят, уж там и окажут квалифицированную помощь, там расскажут, в какую сторону идти. Как постучаться, да, если ты живешь далеко, там, я не знаю, там, в Нефтекумском районе, в Степновском районе, дойди до ближайшего офиса МФЦ. У нас в каждом селе с населением свыше тысячи человек есть офис МФЦ, куда можно прийти, написать заявление, совершенно спокойно обратиться либо на портал малого-среднего предпринимательства, либо к нашему полномоченному по делам предпринимателю. То есть либо и туда, и туда никто не запрещает. Просто надо не бояться говорить о своих проблемах, не пытаться их спрятать, умалчивать, а не бояться о них говорить. Вот это сейчас, пожалуй, самое насущное. Добавите что-нибудь к этому. Много чего можно добавлять. На самом деле, ну, здесь повторюсь, действительно, если у предпринимателя... Ну, предприниматель, он первым делом что? Он бежит к юристам, платит денег, пытается самостоятельно разобраться в ситуации. Это нормально. Только надо разобраться, кому ты платишь деньги. Потому что, к сожалению, на рынке очень большое количество людей, которые не оказывают квалифицированной помощи. Но это совершенно не означает, что таких людей нет вообще. Они есть. Есть люди достойные, есть люди профессиональные. Самое главное, предпринимателю в этом нужно разобраться. То есть как бы он всегда же... Ну, мы все люди, да, каждый день принимаем решение, что нам, например, приобрести, в какой магазин пойти, точно, да, там, какой продукт приобрести, по разным там показателям, да, какой-то дороже, то есть какой-то дешевле, какой-то качественнее, что-то еще. Вот ровно так же нужно подходить и к выбору юриста. То есть думать об этом, проверять, читать в интернете отзывы, да, рекомендации искать. Очень важно обращаться к квалифицированным специалистам. Это если есть деньги. Если денег нет лишних на это дело, нужно либо разбираться самому, вот это в первую очередь разбираться самому в любом случае, да, и можно приходить в разного рода общественные организации. Есть Торговая промышленная палата, Опор России, Деловая Россия, Конгресс деловых кругов. Есть наш институт, который может подсказать, объяснить, рассказать, что в этой ситуации можно сделать. То есть вы можете как раз-таки указать на эти рычаги. А насчет мастер-классов, это вы пошутили? Или правда вы подумываете? Ключевая история, как бы здесь не куда писать, а как писать. Потому что куда, понимаете, здесь много усилий прикладывать не нужно. Ты заходишь на сайт, понимаешь, что там мэр там, прокурор там, налоговик там, да, к примеру. А вот что писать и как писать, вот это уже история гораздо более интересная. Потому что при правильной подаче жалобы, как бы результат ее рассмотрения, вероятность эффективного результата ее рассмотрения значительно увеличивается. А я напоминаю нашим зрителям, а в том числе предпринимателям, что очень стоит прислушаться к советам, которые давали гости. Они вполне дельные. Вот, я напомню, что был омбудсмен предпринимателей Кирилл Кузьмин сегодня в гостях актуального интервью. И руководитель Ставропольских МФЦ Татьяна Роменская. В студии была ведущая Марина Мацарская. До новых встреч в эфире. Оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова